Есть очень хорошая мудрость. Если нельзя изменить ситуацию, нужно менять свое отношение к этой ситуации. Да, действительно, это большое испытание для человечества, и оно выпало именно на нашу жизнь. Но мы помним уроки прошлого, когда Пушкин свою болгинскую осень использовал. И таких примеров можно привести очень много. Поэтому мы, как мыслящие люди, я называю себя и окружение свое, и всех своих друзей так. Я считаю, что даже вот такое тяжелое время мы должны использовать с пользой для своего здоровья, для окружающих, для себя. Моя дочь, которая живет в Испании, она мне рассказала о том, что происходило на ее глазах. Ну, например, было принято ежедневно в 7 часов вечера, независимо от того, в каком ты живешь в доме, частном или многоэтажном, выходить на балконы или на подворье и аплодировать ровно в 7 часов. Это было связано с тем, что это дань благодарности врачам, медикам, которые постоянно были с людьми. С другой стороны, это для полицейских тоже был момент, когда они могли наблюдать, на каком балконе не появился человек. Значит, что-то с ним случилось. Непременно эту квартиру или домовладение посещали. Ну, и я вот ей рассказывала тоже о том, какое внимание и заботой были окружены мы здесь. Это постоянные звонки и предложения помочь. Это приезд волонтеров. Это постоянное обращение к людям нашего возраста о том, чтобы мы бережнее относились к себе, к окружающим. Тогда, как в Испании, не позволяли даже детям навещать своих родственников, я имею в виду, не в больнице, а именно дома. Более того, их не пускали и на похороны. Вот такая тяжелая ситуация, которая сблизила даже родственников. И я думаю, что она сблизила и всех нас. Почему? Потому что мы стали более внимательны и, наверное, более добрыми. Что касается сегодняшнего дня. Да, наступило, слава Богу, послабление везде. Но в той же Испании, даже на нудистских пляжах, приказано носить маски. Приказано соблюдать дистанцию. Так что нам это просто необходимо. И не потому, что, может быть, мы обязательно прогнозируем себе заболеть. Нет, это в целях профилактики. Я также понимаю всех молодых женщин. И вообще, женщина настоящая, она остается всегда женщиной. Что, может быть, не совсем украшают нас эти маски. Не совсем эстетично мы в них выглядим. Но ведь у нас же есть фантазии, в отличие от мужчин. Нам это дано от природы. И поэтому можно все, что угодно придумать для того, чтобы стать красивее. Например, я предлагаю любую бандану использовать как маску. Но выбирать, конечно, банданы более плотные. Выбирать такие, которые могут действительно тебя защитить. Можно использовать шарфы. Когда вы накручиваете на голову чалму от солнца, то концы этой чалмы не должны завязываться вверх, а наоборот назад. И тогда вот эти задние оставшиеся хвостики вы можете использовать как маску. Я вам сейчас покажу абсолютно, ну, как бы молодежь сказала, бомбический вариант, который можно использовать даже на любом торжестве. Например, на свадьбе или на каком-то юбилее, или поход в ресторан. Я думаю, что скоро люди и в рестораны начнут, и в санатории, на танцевальные площадки. И тогда вот эта вот старенькая, уже ей 20 лет, моей косынке, которая тоже привезена и считается реликвией моего дома, можно использовать как маску. Вот таким образом. Милые, дорогие крымчанки, я к вам обращаюсь не потому, что я хочу вас чему-то научить. Я хочу, чтобы вы были здоровыми, красивыми, чтобы ваше окружение вами любовалось и всегда восторгалось. Сделайте так, чтобы это было безопасно и для вас, для ваших детей, для ваших друзей, для всех окружающих. Ходите, куда хотите, но в местах массовых скоплений людей, пожалуйста, придумайте себе вместо обыкновенной маски какое-нибудь украшение. Я вас люблю!